Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 25 мая. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. У Овнов сегодня благоприятный день для законотворческой деятельности. В 1956 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении с 1 июля 6-часового рабочего дня для рабочих и служащих в возрасте 16-18 лет. Первым секретарем ЦК КПСС в то время был Никита Хрущев, который за время своего правления провел ряд демократических преобразований и массовую реабилитацию политических заключенных. Он также улучшил отношения СССР с капиталистическими странами и Югославией. Тельцы сегодня могут принять участие в организации финансовых структур. В 1781 году в Филадельфии был учрежден Банк Северной Америки. Филадельфия является одним из старейших городов США, пятым по величине населения городом страны и самым населенным городом штата Пенсильвания. В исторической части города до сих пор царит атмосфера маленького и тихого городка, каким была и Филадельфия, и другие колониальные города во время образования государства в Соединенные Штаты Америки. Для близнецов сегодняшний день может стать торжественным. И все благодаря вашим успешным проектам. В 2003 году фильм российского режиссера Александра Сокурова «Отец и сын» был удостоен высшей награды Международной Федерации Кинокритиков на Каннском фестивале. Совместно с коллегами раки сегодня могут проявить свою изобретательность на благо деятельности предприятия. В 2001 году во время президентского правления Джорджа Буша-младшего в Сан-Франциско, штат Калифорния, появился совершенно новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин. Небывалый ранний успех может настичь сегодня Львов. В 2003 году мультипликационный фильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна по одноименному произведению русского писателя-сказочника Сергея Козлова был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. По результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран. В спортивных состязаниях сегодня могут принять участие девы, и это может принести им успех и славу. В 1935 году американский легкоатлет Джеймс Оуэнс в течение 45 минут установил 4 мировых рекорда по легкой атлетике. В прыжках в длину, где Оуэнс впервые преодолел рубеж 8 метров, его рекорд продержался 25 лет. Общественно полезными делами сегодня могут заниматься весы. И вам за это воздастся. В период правления американского президента Дойта Эйзенхауэра в 1953 году в Хьюстоне, штат Техас, начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал. Участвовать в разработке и принятии важного нормативно-правового документа могут сегодня скорпионы. В 1994 году республика Хакасия приняла свою первую конституцию. Хакасия является субъектом Российской Федерации и входит в состав Сибирского федерального округа. Столица республики – город Абакан. Хакасия граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, республиками Тыва и Алтай. У стрельцов сегодня, возможно, предстоит раздел имущества или выделение структуры предприятия в отдельную организацию. В 1946 году во время правления короля Георга VI Иордания была провозглашена независимой от Англии. Эмир Авдаллах стал королем Иордании. В борьбу с конкурентами сегодня могут вступить козероги. В 1810 году в Буэнос-Айросе вспыхнуло антииспанское освободительное восстание. Было создано временное правительство – Ла Платы. Эти события получили название «Майской революции», а день 25 мая стал национальным праздником Аргентины. Жозеф Бонапарт-старший, брат Наполеона I, был в то время королем Испании, как и Осип I Наполеон. После изгнания из Испании и Франции он долгое время жил в Филадельфии и имел поместье в Нью-Джерси. Демонстрировать собственные творческие произведения будут сегодня возможно водолеи. В 1829 году в Лондоне состоялась премьера первой симфонии Феликса Мендельсона, немецкого композитора и дирижера, одного из крупнейших представителей романтического направления в музыке, автора знаменитого свадебного марша. Рыбы, возможно, сегодня будут оказывать помощь своим друзьям. В 1666 году протопоп Аввакум Петров вместе с дьяконом Федором и суздальским священником Никитой были закованы и отправлены в Николу-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь Воротынский, которые пытались примирить протопопов с официальной церкви. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь. Церковные иерархи вели с ними споры, но он остался непреклонным. Через год всех расколоучителей осудили на церковном соборе и предали анафеме. Если ваши друзья попали в беду, то у вас есть прекрасная возможность проявить свои дружеские качества. Как сказал польский афорист Александр Кумар, друзей узнаешь в беде, в бедах друзей узнаешь себя. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин.